Майс ТВ В планах туристических властей Японии совершенствовать условия въезда в страну для иностранных туристов, увеличить количество многоязычного персонала и информационных знаков в стране. Правительство Японии будет реализовывать меры, направленные на ускорение и упорядочение иммиграционных процедур в аэропортах и портах, повышение удобства общественного транспорта, создание сети бесплатной общественной беспроводной сети интернет, а также повышение качества отдыха для мусульманских путешественников. Цель японцев – привлечь в страну 20 миллионов туристов. Эта цель может быть достигнута к 2020 году, когда в Токио будут проходить летние Олимпийские игры. Согласно последней статистике, опубликованной Национальным офисом по туризму Японии, в 2013 году страна приняла более 10 миллионов туристов, из которых менее 70 тысяч путешественников были гражданами России. Власти Непала объявили о снижении сборов за восхождение на высочайшую гору мира Эверест. Изменения коснутся только тех, кто собирается идти в горы в одиночку. В соответствии с новыми тарифами для восхождения по юго-восточному гребню, считается классическим маршрутом, иностранцы должны будут заплатить по 11 тысяч долларов. Речь идет о весеннем сезоне, когда в горы приезжает больше всего туристов. На сегодня стоимость одиночного восхождения составляет 25 тысяч долларов. Непальских, конечно же. Одной из причин, по которым в Непале решили понизить сборы, стало стремление привлечь как можно больше альпинистов. Еще одна цель, которую преследуют в Катманду – повысить уровень ответственности среди туристов. Снижение сборов за восхождение коснется не только Эвереста, но и других непальских вершин, которые пользуются меньшей популярностью. Ожидается, что новые тарифы для иностранцев вступят в силу с 1 января 2015 года. Для непальцев они начали действовать уже 13 февраля текущего года. Высота Эвереста составляет 8 850 метров. Самый популярный сезон восхождения – с марта по май. Впервые гору покорили в 1953 году. С тех пор на нее поднялось около 4 тысяч человек. На склонах горы погибли около 250 альпинистов. Чем привлекают российских корпоративных туристов Объединенные Арабские Эмираты? Сегодня наш специальный проект посвящен этой теме. И с вопросами мы обратились в Департамент туризма и коммерческого маркетинга правительства Дубая. У нас в гостях директор представительства в России, странах СНГ и Балтии Сергей Канаев. Вы знаете, наверное, Дубай в любом смысле исключительно направление для корпоративных клиентов. Корпоративные клиенты, май, деловой туризм – это приоритетное направление для Дубая. В рамках департамента у нас есть подразделение, которое называется «Дубай Конвенчин Бюро». Организация, которая помогает в проведении мероприятий любого масштаба. Это касается и места проведения, и сроков проведения, аудитории, освещения этого мероприятия и так далее. Возможности огромные, потому что практически любой пятизвездочный отель у нас располагает и конференц-залами, банкетными залами, переговорными, самыми современными бизнес-центрами. В ряде отелей есть, скажем, даже такая услуга, личный секретарь. То есть, если человек приезжает по бизнесу, его секретарь в отеле будет принимать его звонки, принимать, работать за него, отправлять в акции и так далее. Компания Emirates, то есть, если это майс-группа или корпоративная группа, они могут организовать рассадку всей группы вместе, отдельную стойку регистрации, скажем, даже такие вот мелочи, как какие-то сувениры с логотипом, подголовники с логотипом той компании. Сейчас, поскольку Emirates на маршруте Дубай-Москва оперирует такими самолетами, как А-380 и Боинг-777, значит, раньше группы, они готовы были принимать, по-моему, 200-250 человек, сейчас их возможности увеличились, потому что возможности бортов в два раза увеличились. Если брать инсентик, если брать какие-то развлечения, программы, тимбилдинг, у нас наши DMC, Destination Management Companies, принимающие операторы, эта компания, в общем, с большим опытом работает, и они могут подготовить практически любой сложности программу, которая может включать, допустим, ну, такие вещи, как полет на воздушном шаре, или полет на вертолете, катание на шхуне долг, ну, допустим, экзотическое мероприятие, чтобы ужин в пустыне, вот, причем обязательно, чтобы все были black tie в смокинге, вот, ну, можно без смокинга, по желанию. Ну, различные спортивные мероприятия, потому что спорт Дубая, Дубай, так, может звучит немножко потенциально, но столица спорта на Ближнем Востоке, Дубай пионер гольфа, поэтому, возможно, скажем, прием целых групп гольфистов и людей, которые, допустим, работают в сфере бизнеса, но проводят опыт на поле гольфа, поэтому, возможно, очень много, есть профессиональные команды и в государственном секторе, и в частном секторе, это был Дайджест Майс ТВ. Новое и интересное, актуальное, смотрите на нашем канале. Дайджест Майс ТВ Дайджест Майс ТВ